Канадская провинция включила более 30 профессий в список востребованных. Специалисты смогут быстрее попадать в Канаду, потому что для них будут проводиться специальные розыгрыши. А отборы, кстати, эта провинция проводит каждую неделю. В этом ролике я назову, какие профессии стали приоритетными, сколько по ним можно зарабатывать, какие для них подходят программы иммиграции и у кого есть шансы получить ПМЖ в Канаде. Так что смотрите ролик до конца и подписывайтесь, если еще не подписаны. Привет, меня зовут Гульнара, я работаю в проекте Emigrant Today. В Канаде все еще не хватает работников во многих секторах. В прошлом году было открыто больше миллиона вакансий, а в феврале этого года появилось 300 тысяч рабочих мест во всей территории Канады. И это при том, что безработица сейчас составляет всего 5,5%. Она снизилась и достигла до пандемического уровня. Одна из популярных провинций Канады опубликовала новый список востребованных профессий, по которым теперь будут проводить отборы и звать кандидатов в приоритетном порядке. Это Британская Колумбия. В ней находится всем известный город Ванкувер, а иммигранты едут туда за высокими зарплатами и теплым климатом. Кстати, о зарплатах. Недавно в Канаде подняли федеральную часовую ставку до 15 канадских долларов в час. Но в Британской Колумбии она еще выше – 15 долларов 20 центов в час. И в июне, кстати, ее планируют еще поднять – до 15 долларов 65 центов в час. Это почти самая высокая ставка по всей Канаде. Но минималку платят только на самых низкоквалифицированных должностях. Остальные работники получают больше. Недавно в Канаде как раз немного упростили получение рабочей визы, так что сейчас иммиграция через трудоустройство особенно актуальна. Про визу уже есть отдельный ролик, смотрите его по ссылке в углу экрана и в описании к этому видео. А я пока вернусь к профессиям, по которым Британская Колумбия будет проводить отдельные иммиграционные отборы. А потом расскажу, по каким программам кандидаты с этими профессиями могут иммигрировать и насколько это реально. В список входят две категории профессий. Это воспитатели и помощники воспитателей детей младшего возраста и медики. Еще есть список профессий для IT-специалистов, но он не новый, по нему уже есть отдельная программа иммиграции. Специальностей в сфере здравоохранения более 30, поэтому все я называть не буду. Туда входят менеджеры в сфере здравоохранения, фармацевты, работники первичной помощи, врачи различных категорий, диетологи, логопеды, медицинские технологи, лаборанты, ассистенты, санитары, психологи, социальные работники, а также профессии в нетрадиционной медицине, например, ароматерапевты, специалисты по иглоукалыванию и так далее. Полный список профессий будет в нашем телеграм-канале. Обязательно на него подпишитесь, там постоянно выходят полезные материалы к роликам. Медики могут зарабатывать в Канаде более 100 тысяч канадских долларов в год. Но все не так просто, потому что по большинству профессий нужно получать лицензию, без которой вы не сможете работать. Это относится не ко всем профессиям, например, менеджеры, санитары и некоторые социальные работники освобождены от лицензии. Вторая категория профессий воспитатели зарабатывают меньше, всего примерно 25 тысяч канадских долларов в год. Хотя, смотря с чем сравнивать, напишите в комментариях, сколько зарабатывают воспитатели в вашей стране. В Канаде им тоже нужна лицензия, но получить ее уже не так сложно, как медицинскую. На нашем канале есть интервью с девушкой, которая нашла работу воспитательницей как раз в провинции Британской Колумбии. Она получила лицензию онлайн, пока еще находилась в своей стране. И из своей же страны нашла работодателя в Британской Колумбии. Ссылка на интервью будет в углу экрана и в описании. Теперь перейду к программам эмиграции, по которым специалисты могут переехать в Британскую Колумбию. Их всего три, и у них не очень сложные требования. Первое – это поток квалифицированных специалистов, по которому нужен опыт работы 2 года и низкий английский. Второе – поток выпускников канадских вузов. Для тех, кто получил образование в Канаде, кстати, не обязательно в Британской Колумбии, и тоже владеет языком на низком уровне. И поток для специалистов средней и низшей квалификации. Это уже подходит не всем работникам, а только санитарам и помощникам стоматологов. Требования по языку там такие же. Есть еще одно общее требование для всех потоков Британской Колумбии. Там нужно найти работодателя в провинции. К счастью, провинция большая и работы там много. Пример я уже приводила. Наше интервью с девушкой, которая устроилась на работу воспитательницей. А для медиков в провинции есть даже специальный онлайн-инструмент, который помогает подбирать вакансии. Ссылка на него будет в Телеграме. Более существенный минус это то, что в провинции требуют высокие суммы на счетах для эмиграции. На одного человека от 19 тысяч канадских долларов и на семью из четырех человек от 35 тысяч канадских долларов. Это зависит от того, в каком городе вы планируете жить. Да, это огромные деньги, особенно при том, какой сейчас курс доллара. Но есть один способ обойти это требование. Прилететь в Канаду по рабочей визе. То есть сначала найти работу, прилететь, начать работать и только потом подавать заявку на эмиграцию. Тогда требование по деньгам снимается. Из плюсов эмиграции по программам Британской Колумбии, эта провинция проводит розыгрыши каждую неделю. Уже даже были несколько целевых отборов по новому списку профессий. Из этих отборов самый минимальный балл для кандидатов был 70 из 190. Но по одной специальности он был еще ниже, позже я ее назову. Давайте разберемся, много это или нет. Британская Колумбия использует свою собственную систему оценки для кандидатов, по которой начисляют баллы за такие факторы, как профессия, по которой предложили работу, предложенная зарплата, местонахождение работодателя, опыт работы, образование и уровень языка. Возьму за пример профессию фармацевта. Это квалифицированная профессия, поэтому за специальность начислят 25 баллов. Средняя зарплата по Канаде – 88 900 канадских долларов. Если работодатель предложит кандидату столько, то начислят 34 балла за зарплату. За фактор местоположения работодателя дают баллы только в том случае, если работодатель находится за пределами Ванкувера. Но Ванкувер – это самый большой город в провинции, наверняка там больше всего работы, поэтому представим, что кандидат нашел работу в Ванкувере и получил 0 баллов за местоположение. Далее – человеческие факторы. Как я уже говорила, минимальный опыт работы по требованиям – 2 года. Он не обязательно должен соответствовать предложению о работе, но я предположу, что кандидат 2 года работал фармацевтом. За это он получит 6 баллов. Образование у фармацевта наверняка высшее. За это дадут еще 11 очков. Последний фактор – это знание языка. В требованиях уровень совсем низкий, где-то на уровне школы, пусть у кандидата будет чуть-чуть повыше – это 10 баллов. Итого 86 баллов, а нужно было набрать 70. Запас целых 16 баллов. Так что если у вас менее квалифицированная работа, или работодатель предложил меньшую зарплату, или образование не высшее, язык хуже, то все равно есть шанс получить приглашение в отборе. А если подавать заявку уже работая в Британской Колумбии, то начислят дополнительные 10 баллов. Это, например, для тех, кто не хочет показывать деньги на счетах, или кто не добирает нужное количество баллов. Но одна профессия тут отличилась – это санитары. Для них самый минимальный балл в одном из отборов был всего 63. А еще санитарам не нужна лицензия для работы в Канаде, так что если вы работаете в сфере медицины, то можете рассмотреть эту профессию для эмиграции. Остальным профессиям в здравоохранении, скорее всего, придется переучиваться, чтобы получить канадскую лицензию. Воспитателям, я напомню, ее получить проще. Мы сотрудничаем с вузами по всей Канаде, в том числе с теми, которые предлагают медицинское образование. Также наша компания занимается подбором программы эмиграции и оформлением документов на ПМЖ. Все ссылки на наши услуги будут в описании. Если было полезно, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые полезные ролики. Также смотрите другие видео на нашем канале про работу, учебу и эмиграцию в Канаду. До встречи!